Сегодня вы сказали о физической природе Шарфан-Молни. Он сильно долбанутый, что про него интересно. И вокруг него такие же люди были. И Эдисон, и Вестенгаус, и Доливый Добровольский. Это тоже интересная лекция. То приходите на старую пасмарку. У нас есть достаточно хорошее научное обоснование. Говорит, что почему мы их назвали детьми, то шаровой молнией можно назвать внебрачным ребенком. Почему? Потому что по большому счету мы не знаем, что это такое. Поэтому, когда говорят, в действительности те люди, которые относятся не сумасшедшие, которые изучают шаровую молнию, они описывают фактически показания очевидцев. И они известны очень много лет. То есть в первой книге, которая была написана об атмосферном электричестве и омолвивании, Раго, замечательного французского ученого начала 19 века, у него уже 30 случаев шаровой молнии были описаны. В какой-то момент, когда люди стали понимать, что такое электрический разряд, ученые сказали, что шаровая молния, скорее всего, фейк. Вернее, не фейк, а это оптическое явление во время нормальной молнии на глазу. Ну, если вы на вспышку лампы посмотрите, а потом закройте глаза, у вас что-то как горит. И вот долгое время думали, что это так. Но потом собрали очень много свидетельств, обрабатывали их всякими методами. У шаровой молнии были свои энтузиасты. Люди, которые очень любят это явление. И эти люди, ну, как всегда, очень увлеченные. Часть из них были не очень нормальными. Что даже я, например, был на одном семинаре по физике плазмы, обычном. Там пришел человек рассказывать какую-то очередную гипотезу о шаровой молнии. И такой очень известный физик Генри Эдгарович Норман у него спросил, который сам занимался шаровой молнии. Вы скажите, вы кто? Вы, говорит, сумасшедший или жулик? Говорит, я сумасшедший. Вот молнией занимается либо два типа людей. Ну вот. И дело в том, что я могу сказать, что некоторые физические журналы не принимают, если в статье написано Ball Lightning, да, то есть шаровая или шаровая молния не принимают. Например, GTF, лучший журнал по физике российский, Physical Review не принимают в статью, если там есть слова Ball Lightning. А Nature, кстати, принимает. Ну, вот такая. То есть эта тема, вообще говоря, маргинальная. Почему? Ну, потому что, понимаете, когда говорят про шаровую молнию, то в 90% надежно описанных случаев, людьми, которым на 90% можно верить, это все-таки было или во время грозы, или близко к грозе. Поэтому связь между обычной молнией и шаровой, ну, корреляционно, видимо, существует. Сейчас накоплено от трех до пяти тысяч случаев, ну, кто верит, пяти тысячам, случаям трех, что все-таки это не фейк шаровая молния. В чем там вообще проблема? Почему вообще создать шаровой разряд проблемы нет? Можно создать шаровую дугу, можно в СВЧ, пучке создать, то есть вообще дело не в шаровой форме. Дело в том, что непонятно, как так долго плазма существует без подвода энергии. Вот почему я про это говорю, потому что я все-таки занимаюсь физикой плазмы, и можно было бы показать, что вообще говоря, плазма очень быстро, и вы, кстати, это видели на картинке, когда вы видели вот даже вот такой удар молнии, вы видели, что между разрядами молнии плазмы нет, ничего не светится. То есть за эти 40 миллисекунд плазма током 30 кА успевает исчезнуть, успевает схлопнуться. Ну тока нету, ток не поддерживается, значит не светится. А шаровой молнии током не поддерживается. То есть невозможно, нет такого явления. Она же живет секунды, не миллисекунды, не микросекунды, а секунды. То есть вообще весь сыр-бор из-за шаровой молнии, это из-за того, как она, почему шаровая молния, ну если она существует, почему она живет так долго? Дело не в том, что она шаровая, а дело в том, что плазма вроде бы без подвода энергии извне, во всяком случае никто не нашел этого подвода энергии, живет долго. Вот почему она живет долго, да? И тут, когда этого нет, вот простор для фальсификации, предположений и чего угодно, причем это даже делают и физики, и профессионалы, это выдумывают, каким образом энергия поддерживается внутри шаровой молнии. Вот почему, как, за счет чего она живет. Ведь никто не знал, как молния пересекает промежуток. Это была такая же задача. Природа нашла какой-то очень сложный механизм, который мы не понимаем. Но чтобы его разгадать, этот механизм, надо, чтобы это явление повторялось, надо его получить повторяющимся. Ни у кого это не получит. Это может быть шаровой молнии? Нет, нельзя, нет, просто никак нельзя. Ну то есть, условно говоря, люди делали, ну например, там же в Кэмблендинге, вот вместе с Володей Раковым-Юман, они вдвоем считаются самые такие крупные специалисты по молнии в мире сейчас. Они пытались получить разряды какие-то, и прям сама молния, они делали какие-то разрядики. Они получали какие-то цены. Более того, вот совсем недавно существует работа китайцев. Китайцы снимали, вот так же, как вот здесь, снимали обыкновенную молнию. На скоростную камеру. И там у них было шаровое образование. Более того, они снимали на спектрограф. Они даже могли сказать, какой спектр там был. Ну и что? У них камера, к сожалению, ведь все явление это одна секунда. Ну, когда вы снимаете миллион кадров в секунду, ну или там 50 тысяч, то у вас очень мало кадров. И поэтому они не знают, что там было. Ну да, они видели, да, и было шаровое явление. А что? То есть, их спектр... Они опубликовали эти результаты, но... Опять же повторяю, что это такое? Почему? Главный вопрос. Ну хорошо, светится шаровое образование. А почему? Почему оно светится? Ну, во-первых, они, китайцы, не смогли... Они видели, что это после молнии какое-то шаровое образование. Они его сфотографировали. Но как долго у них камера закончила работу? Мы просто не сняли, она остановилась. Они расшифровали и увидели там какое-то количество кадров. У них не было камеры низкоскоростной, которая бы хотя бы сказала, сколько длилось это явление. Появление. И поэтому никому пока не удалось получить бы такое явление... Ну, были какие-то по телевизору несколько лет назад в Питере люди что-то делали. Что-то, но пока не... Вот пока не будет повторяемого какого-то явления, которое можно изучать, то вот секрет... Это, безусловно, замечательное явление. Безусловно, это вызов для людей, которые занимаются. Ну, Араго, этот... Ну, первые описания ученым. Ученым это Араго собрал 30, по-моему, случаев в своем трехтумнике. Это 1800 какой-нибудь, там, 15-й год. Он когда-то в свое время у него из 10 задач, которые физике надо решить, одна из них была шаровой молнией. Потом он ее оттуда исключил. Потому что, ну, опять же, из-за маргинальности этой темы. Но... Что это как бы... Бывает пламена шарообразная, что там молния что-то зажигает, и это как бы шарообразное пламя. Вот пламя, для него энергия, химическое горение, пожалуйста, может гореть сколько угодно, да. Свеча у нас может гореть сколько угодно. Если у вас есть какое-то нечто, ну, не знаю, над болотом, черт его знает, где у вас есть метан, и его зажгло, и там... Ну, мало ли. Такое, ну, разумное объяснение. И вообще многие люди, которые занимаются, у них некое химическое вот такое представление, что вот энергия откуда берется, из горения. Ну, мы видели, что и молния горит, и не очень. Один из вариантов вообще молнии, что это горение? Нет, молнии нет, потому что мы знаем. А вот я еще не поняла, вы назвали эти джеты, эльфы, как бы детьми молнии. А это означает, что они всегда связаны? То есть над облаком это бывает только тогда, когда и под облаком? А детьми не бывает. Ну, как, мы не можем все случаи, будем так говорить, в тех случаях, корректно, в тех случаях, когда наблюдали джеты, эти самые, в это же время, ну, с разницей, там, 50 миллисекунд, были грозовые разряды. Дело в том, что там, во многих частях мира, к сожалению, не в России, есть системы гроза пеленгации, которые следят за всеми грозами. И практически, ну, процентов 90 всех разрядов, которые, ну, в Америке, наверное, 100, которые ударяют в землю, там 4 системы просто, они все фиксируются, невзависимо от того. И поэтому, когда, если вы на своих приборах, а вот на всех этих дорогих камерах, они с GPS-ом согласованы, время с точностью до микросекунды точно, и там, на этих камерах, они тоже с GPS-ом, или с какими-нибудь источниками. И вот вы засняли этот спрайт, да, в этой точке, ну, приблизительно, вы тоже до него расстояние знаете. И потом смотрите, и вам говорят, да, там, в радиусе 3 километров, в радиусе таком-то... То есть в том, что грозовое облако должно присутствовать, и для тех, и для тех... Да, обязательно. То есть, какая-то первопричина есть... Конечно, поэтому они... Абсолютно. Не, оно не то, что должно присутствовать, а должны быть разряды. И эти разряды есть. Ну, не то, что разряды, а разряды-то идут связаны с облаком. Да, конечно. Или эмульсии, или каким-то полным... Нет, нет, не эмульсии, это гидрометеоры. Это заряженные капельки, ледышки, снежинки. Ну, там же на высоте, выше нулевого уровня, там у вас уже гидрометеоры. Там переохлажденные капли, ледышки, там целая град... Получается, вниз у нас, как бы... Молния. Более плотная среда, поэтому это 10 километров, там, или 20. А то, что эти эльфы и... Абсолютно правильно. Разряженные, поэтому там 80 километров. Конечно, да. Там может разряд, поле там ослабляется. И поэтому оно... Ну, вот тут фокус очень простой, что у вас давление падает быстрее, чем поле. И поэтому, раз уже оно зажглось, разряд зажегся, то уже у вас много возбужденных частиц, разряд уже и вниз идет, и в более. Там, ну, если бы там было бы время, то можно было бы показать. Обычно он там в месте пробоя зарождается, вот, спрайт, потом он движется вверх и движется вниз. Вот эти карат, вот эти вот прорастающие каналы уже, потому что в верхней области там... 90-го года они видели, что это ровно так же уходит наверх, как и вниз. Вот чудно, да? Но вы знаете, это чудно повторяется постоянно. Вот, понимаете, мы видим мозгами, а не глазами. То есть, конечно, многие люди видели, но когда люди... Ну, мало ли что-то сверкнуло. Вот надо... Вот видит тот, кто... у кого есть какая-то модель. Я вам могу рассказать десяток случаев, когда, тем более при нынешних экспериментах, когда очень много автоматической обработки экспериментов, которую часто люди, иногда не ученые, а эти программисты, закладывают какие-то ограничения, ну, которые им кажутся, для упрощения программы. Ну, вот я вам хочу сказать, вот открытие озоновой дыры, то это абсолютно аналогичная картина была. Люди приехали... Концикли и все. Нет, люди приехали... Я сейчас не помню фамилию, не вспомню. Приехали в Антарктиду для серийных экспериментов. Измерение им нужно было с очень короткими временами. Потому что вообще уже лет 40 спутники промеряют озоновый слой, постоянно проверяют. Вот они в Антарктиде. Почему они это делали? Им нужно... Ну, у спутников отчетов мало. У них была какая-то теория, там, связанная с турбулентностью. Они хотели увидеть по озону увидеть турбулентность, как воздух движется. Когда они померили, они не поверили, ну, что такое? У них вообще озон исчез. Ну, в три раза упал. Ну, а у них карты есть, озоны, он тут не может три раза упасть. У них карта есть, где он не упал в три раза. А у них упал в три раза. И долго держится. Это не то, что он упал на три секунды, как они думали. Из-за какой-то турбулентности или какого-то там погоды. Ну, они притащили другие приборы. Им привезли, они там позвонили, они померили второй раз, третий раз. Им опять, как со спрайтами, им не поверили. У нас летают спутники. Пока начали разбираться, пока не вытащили, они поняли, что программист. Вот значение ниже какого никогда не бывает. Он спросил, он как честный человек, спросил, такие колебания бывают? Не бывает. Ну, что? А дело в том, что любые приборы, любые приборы, у них есть моменты, когда они, они не могут работать годами без калибровок. Почему? Потому что параметры, в них заложены какие-то специальные проверочные механизмы. Во время запуска этих проверочных механизмов. Это надо отсечь. И вот это написано, что выше такого-то надо отсечь. И все, и не отсекали. И вот поэтому она никогда и не падала. И вот эти люди, хотя до них 10 лет спутник всю землю снимал, они нашли в Антарктиде озоновую дыру. Вот в Nature опубликовали. Когда это было? Это в начале 80-х. В начале 80-х. То есть это... То есть такие истории и с усложнением, к сожалению, с усложнением техники. И дело в том, вот, например, вот те же камеры. Обычно, вот, например, те ученые, которых мы показывали до 19 века, приборы делали сами. Поэтому все, что с их прибором, может, и мы такие же, в общем, ломастеры. Но когда вы вот берете камеру, которая стоит 4 миллиона, да, то в эту камеру уже влезть нельзя. Не дай бог вы в нее влезете и вам ее не отремонтируют. А в этой камере есть какие-то вещи, которые... которые... не ученые. А есть какой-то глюк. Они про этот глюк забыли. Не то, что забыли, но камеру надо было сдавать. Они этот глюк оставили. И для большинства пользователей этот глюк не имеет значения. И они про него никогда не знают. Они там самолеты снимают, этой камерой, это... А мы снимаем быстрое явление. У нас бац! И вдруг мы на камере видим открытие. И вот начинаем разбираться, начинаем... Нет, не открытие, а артефакт. И это постоянно считает. И более того, публикуются работы. Нужно некого историка от всей презентации. Конечно. Вот спасибо, что вы начали там на древних лет или еще раньше. Я хотел обратить внимание, как менялись метафоры по поводу молнии. То есть, если изначально, то это вот могучие боги, это Зевс, это Тор, там у нас Илья Пророк в своей колеснице, да? А то мы доходим до эпохи просвещения, они все счесают. То есть, там просто яркий свет эпохи просвещения, Лейбниц, Франклин, наш же Ломоносов, там да, тоже убить может, но вот просто ослепительный свет. И вот где-то в 20 веке, например, появляется там, например, метафора ступенчатого лидера, это 1920-е, 30-е годы. 36-е годы. Мы знаем, например, в очереди, сами какие были иерархические лидеры в то время, особенно в Италии, Германии и СССР, например. 90-е годы. И к каким разрядам это привело? Стратосферу вообще населяют вообще Попергюнду. То есть, там всякие эльфы, гномы и прочая нечисть. По сравнению, по сравнению с древними богами, например. И более того, говорят, атмосфера так сгущается, мы вот прикинули, что когда там этот шабаш эльфов там и прочих, да еще если грозовая обстановочка, то непонятно, кто-нибудь испытает бомбу атомную или термоядерную, а мы даже не заметим. И вы понимаете, такие сумерки просвещения. Это такой унылый постмодернизм. Я хочу во времена Франклина и Ломоносова, а мне вот показывают вот такие страшники и говорят, что все, все страшно запрещено. Понятно, что значение слова спрайт, да? Спрайт это по-английски еще не... Дух. Ну, не дух, это вот типа там речка, Саша, я рассказывал о науке, я никому не просвещение. Я говорю о метафорах, о метафорах. Я здорово, я... потому что это очень хорошо, это классно. Это определенным образом характеризует наше время? Ну, и не только наше, но и вообще в современных временах. Да, можно. Это, безусловно, по-своему, русские. Вот, вот и все. Нет, дело в том, что, понимаете, ученые, они, тут есть еще одна вещь. Безусловно, наука это всегда коллективный процесс. Всегда. Вот как бы абсолютно неправильная вот такая метафора, что есть там, не знаю, Штейн или Тесла, один гений. Ну, во всех голливудских фильмах он там, не знаю, губит мир, спасает мир. Он может быть там волосы таким зверошными волосами на Эйнштейна похожи. Может быть, гениальный мальчик там и это самое. Но это никогда не бывает. Наука принципиально коллективный процесс. И в этом коллективном процессе, когда у тебя параллельно соперничающиеся группы, ты чем-то должен выделиться. И, к сожалению, и поэтому ученые пользуются... Это очень точно было подмечено, что во времена Франклина они действительно были самоделкины, они делали своих змеев, свои приборы, они за ней отвечали. А в данном случае мне что рассказывают? Если ты современный прибор за 4 миллиона долларов... Не-не, а рублей. Ну, пусть рублей. Значит, увидишь молнию типа буйвол, а это может быть и молния типа слон, то не верь прибору своему.